Трехкратный чемпион СССР по русским шашкам. Четырехкратный призер чемпионатов мира по бразильским шашкам. Тренер, журналист, автор шашечных книг, одна из которых радость творчества разошлась в СССР тиражом в 100 тысяч экземпляров. Друзья, все это я говорю о талантливом советском и латышском гроссмейстере Владимире Яковлевичу Вигмане, которому вчера, 10 мая 2020 года, исполнилось 70 лет. Друзья, я сердечно поздравляю Владимира Вигмана с этим праздником и желаю ему и в дальнейшем радовать нас своим творчеством и подготавливать, конечно, шашечную смену. Это тоже важно. Потому что, как сказал гроссмейстер Владимир Скрабов, я хочу, чтобы моя игра продолжала жить и дальше. И, друзья, сегодня мы с вами рассмотрим несколько красивых комбинационных партий, в которых Владимир Вигман продемонстрировал свое мастерство. Первая позиция – это совместный анализ двух гроссмейстеров – Владимира Вигмана и Юрия Кузюкова. СД4, ФЖ5. Белые ставят так называемый тычок. Ну и после всех разменов черные временно жертвуют шашку ходом же Ф4. И затем нападают сразу же на две. Надо отдавать шашку именно таким образом, остальное плохо. И возникает так называемая гамбитная позиция. То есть в позициях такого типа надо играть своим сильным левым флангом. То есть А, Ж3, ЦБ4. Ж4, Ж4, БА3, БЦ3, БА5, ФЕ3. Белые заняли центр, черные его окружают. Ну и в этой позиции черные делают необычный ход – ДЦ7. То есть пытаются окружать центр белых. Ну и в этой позиции обычно играют ЖФ2. Это основная система. Но возможен и ход ЖХ2. Вот как раз его и анализировали два гроссмейстера. Черные играют ЦБ6. Ну и на ход ЕФ2 играют БЦ5. И в этой позиции надо, конечно же, было играть ФЖ3. С равной игрой. А вот ход ХЖ3 здесь уже проигрывает. Потому что черные выигрывают. Ну, естественно, проводить комбинацию вот таким образом нельзя. Она не ведет к победе. На первый взгляд кажется, что черные прорываются на придамочное поле и должны выиграть. Но белые с помощью размена нейтрализуют эту угрозу. И создается равная позиция. Поэтому после хода ХЖ3 черным надо играть именно ФЕ7. Ну и теперь черные грозят сыграть ЕФ6, выиграть шашку или связать центр белых. Поэтому белым надо заходить в литки. Черные размениваются таким образом. Ну и дальше, возможно, следующее течение партии. АБ2, ФЖ5. Видите, постоянно нет нападения ЖХ4. Потому что черные тут же форсированно пройдут в дамки. Естественно, так играть нельзя. Поэтому белые в этой позиции играют СД4. Ну и естественно, тоже БА3 нельзя играть. Потому что центр белых связан. И черные могут провести вот такой несложный удар с выигрышем. Поэтому ход СД4 здесь за белых вынужден. Тогда черные размениваются. Снова нет хода БЦ3 из-за такого удара. И черные побеждают. Поэтому ход БА3 здесь вынужден. Тогда черные играют БЦ7. То есть связали центр белых и выигрывают таким необычным образом. СБ2 и именно СД6 здесь надо играть. И как бы белые не играли, они проигрывают. То есть на ход БЦ3 мы проводим вот такую комбинацию. Снова подрываем слабое поле Е3 белых. И проходим в замке с выигрышем. Поэтому в этой позиции белые играют ЖХ4. Но черные могут провести красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные играют именно СД4. Ну и как бы белые не побили, они проигрывают. То есть если белые бьют таким образом. Снова проводим вот такую комбинацию. Подрываем пункт Е3 и за гребущими руками снимаем 5 единиц соперника. Если белые бьют в эту сторону, тогда снова бьем на поле С1. И затем после того, как белые снимают одну шашку, бьем 3 шашки соперника. Ну и основной вариант. Если белые в этой позиции бьют на поле Ф6, тогда бьем 5 шашек. Ну надо бить естественно шашкой Е3, иначе у черных будет много шашек. Ну и здесь черные проводят еще один симпатичный удар. То есть играем АЖ7. Красиво жертвуем дамку. И после хода ЖФ6 черные побеждают. Следующая партия это анализ гроссмейстера Вигмана из игры Бадянского. АБ4, БА5, ЕД4, АБ6, БА3, ФЕ5. В этой позиции обычно играют ДЕ3. Ну и на ход АЖ7 здесь обычно меняются ходом СД4. Но белые в этой позиции могут сыграть неожиданно. ЕД4. Ну и в этой позиции лучше всего было закрываться ходом ЖФ6. А вот ход ЕФ6 здесь уже похуже. То есть белые могут здесь перехватить инициативу ходом ФЕ3. Черные играют БА7, укрепляются для размена на поле С5. И белые играют ЛЕФ2. Черные играют АЖ5, и белые связывают левый фланг черных. Черные здесь размениваются ходом БЦ5. Ну и этот ход уже очень плохой. Потому что белые вот с помощью такого размена грозят пройти в дамки. Здесь еще неожиданно спасал ход ЖФ6, как показывает программа. Но черные в этой позиции сыграли ЖФ4. Обратите внимание, что СБ6 здесь не проходил такой план, потому что белые играли СД2. Ну и черным здесь оставалось только меняться назад таким образом. С шансами на ничью. А вот ждать уже здесь не получается, потому что белые прорываются в дамки. А на придамочное поле кажется, что черные тоже прорываются в дамки. Но их дамка тут же ловится, и они проигрывают. Поэтому в этой позиции черные предпочли сыграть ФЕ7. Белые играют ДЦ5, хотят форсированно пройти в дамки. Но черные не боятся этого, играют ЖФ4. СБ6, ФЕ3. Но обратите внимание, друзья, что в этой позиции ход БА7 невозможен, потому что черные проведут вот такой простой удар. То есть отдаем одну шашку, затем еще две. И две забираем. И с помощью вот этой временной жертвы черные добиваются выигрыша. То есть у них остается рожон на поле Е3. Эта шашка гибнет неминуемо Б4. Поэтому у белых здесь плохо. Поэтому черные не боялись этой позиции. Вроде бы все предусмотрели. Но здесь и за белых есть неожиданная комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют неожиданно СД4. Ну и в какую сторону бы черные не били, они проигрывают. У них есть три варианта боя, но все они проигрывают. Если они бьют таким образом, то белые остаются с лишней шашкой. Если черные бьют таким образом, тогда белые делают так называемую присоску под МСЖ5. Ну и как бы черные не били, белые форсировано пропадают в дамки. Таким образом. Если же черные бьют, допустим, на поле С3, тогда бьем именно на поле Б2. Ну и после боя на поле А5 белые снова проводят вот эту комбинацию симпатичную. С выигрышем. Следующая партия была выиграна гроссмейстером Владимиром Вигманом у гроссмейстера Маркиелла Фазылова. СД4, ФЕ5. Возникает дебют игра Романычева. Белые играют БЦ3 и черные играют БЦ5. Грозят поставить на поле Ф4 тычок. Поэтому белые нападают и здесь черные делают такой острый ход АБ6. Белые играют ДЦ3. Ну и в этой позиции ход ДЕ7, как сыграл гроссмейстер Пазылов, уже проигрывает. И проигрывает довольно-таки красиво. Белые играют ЖФ4. Ну и на ход ЖФ6 начинают атаку правого фланга, левого фланга черных. То есть играют ФЖ3 и грозят сыграть ЖФ4, связать полностью левый фланг черных. Поэтому ход ЖФ4 вынужден и белые размениваются. Теперь черные играют ФЖ5, другого нет и белые нападают. Связывают черных, затем выжидают ходом СД2. Ну и после размена бьем шашкой Д4 на Ф6. Теперь в этой позиции надо играть именно СБ4, потому что ход СД4 в принципе не вел к победе, там черные могли сопротивляться. А вот ход СБ4 уже выигрывает. Черные связывают белых, кажется неплохая позиция. Да, конечно тут возможны комбинационные возможности за белых, но черные не боятся этого и играют АЖ7. Белые проводят комбинацию. Таким образом. И попадают форсировано в дамки. Но черные не боятся этого, играют АЖ5. Белые играют АЖ3. И черные играют БА7. Ну в этой позиции кажется, что неминуемо дамка белых ловится. То есть обратите внимание, в этой позиции ход белых ЖФ4 даже проигрывает. Черные неожиданно играют ЕФ6. Приходится бить дамкой на поле Д4. Но после хода ФЕ7, черные проводят симпатичную комбинацию под названием Стрела. И выигрывают таким образом. Поэтому в этой позиции белым надо играть именно ФЕ3. Черные играют ЖФ4. Ну и кажется, что дамка белых уже точно неминуемо гибнет. То есть, допустим, на ход ЖФ4 черные ловят дамку таким образом. И возникают ничейные позиции, несмотря на то, что у черных не хватает одной шашки. На ход дамкой по большой дороге и ловлю. Черные играют СБ6. Ну и надо отходить. Черные жертвуют шашку. И играют БЦ5. Ну и после всех разменов позиция также уравнивается. Но у белых в этой позиции есть неожиданный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Именно так и выиграл гроссмейстер Владимир Вигман. Белые играют ЕД4. Затем играют БЦ5. Затем АБ4. Отдают все свои шашки. И единственная дамка все-таки побеждает 7 шашек соперника. То есть на любой ход, допустим, если сюда, просто обрезаем по большой дороге. Будем бегать по ней. А если ФЖ7, допустим, возникает типичный финал штаны. То есть напали, зафиксировали шашку А6. Ну и на ход АБ6 снова нападаем. И фиксируем две шашки таким образом. С победой. Ну и заключительная позиция на сегодня партия. Эту партию гроссмейстер Владимир Вигман выиграл у гроссмейстера Виктора Литвиновича. Легендарный гроссмейстер Виктор Литвинович в финалах чемпионата Советского Союза никогда не проигрывал. Это поражение так и осталось единственным. Был разыгран дебют обратной игры Бадянского. Белые связывают левый фланг черных. Ну и контролируют связку. Поэтому черные нападают. Белые размениваются таким образом. В этой позиции черные сыграли ЕД6. Ну и на ход ЖФ4 сыграли БЦ5. Белые играют ФЖ3. Ну и естественно надо играть в этой позиции ДЕ5. Друзья, естественно ЦБ6 нельзя играть, потому что белые здесь выигрывают шашку. Но гроссмейстеры на такие ловушки не попадаются. То есть после хода ЦБ6 белые нападают. И надо размениваться, иначе связки будут выгодны за белых. И белые здесь легко выигрывают. А после разменов белые бьют именно на поле Ф6. Ну и как бы черные здесь не били, белые затем играют АЖ3. И легко выигрывают. Например, так, 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 так. И белые остаются с лишней шашкой. Поэтому в этой позиции надо все-таки играть ДЕ5. Так и сыграл гроссмейстер Литвинович. Белые бьют в эту сторону, и черные играют ЦБ6. То есть пожертвовали шашку, и сейчас ее отыграют. В этой позиции ДЕ7 отдавать хуже. Поэтому белые играют именно ДЦ7. Это лучший ход. Далее белые играют АБ4. Черные занимают центр. Но центр довольно-таки рыхлый. То есть плюс еще связка левого фланга. Черные. Черные играют ДЦ7. Белые БЦ3. Ну и в этой позиции гроссмейстер Литвинович, изучающий, посмотрел на гроссмейстера Вигмана. И все-таки сыграл АБ6. Этот ход уже практически проигрывает. Белые играют АБ2. Ну и на ход СБ4 белые размениваются вот таким образом. Черные играют БЦ5. И белые снова размениваются. Такими своеобразными перебежками пока отступают, но связка сохраняется. И в этой позиции гроссмейстер Виктор Литвинович увидел убийственную жертву. То есть в партии было в итоге АЖ7. Белые сыграли СБ4. Ну и после размена белые снова разменялись. И связка так и осталась. Поэтому черные в этой позиции сдались. Но в этой позиции не спасал также ход ФЖ7. Здесь был очень интересный вариант с жертвой двух шашек. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он здесь неожиданный и очень красивый. Белые жертвуют сперва одну шашку. Затем играют ДЕ3. От черных ДЦ5 вынужден. И белые жертвуют еще одну шашку. Разрыв по флангам у черных становится ярко выраженным. И белые здесь еще видите полностью связывают левый фланг черных. Ну и легко выигрывают. Например, ФЕ5 бьем именно на поле Д6. Даже проще таким образом выиграть. Ну и после размена жертвуем шашку еще одну. Ну и просто идем в дамки на любой ход. Ставим дамку и обрезаем черных по двойнику. С легким выигрышем. Еще раз поздравляю гроссмейстера Владимира Вигмана с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok